Третий вопрос, о котором ты будешь спрошен в могиле, третья основа, это Кто твой пророк? Ты должен сказать, это Мухаммад, мир ему и благословение Аллаху Сын Абдуллаха Сына Абдул-Мутталиба Сына Гашим Гашим, он из племени Курайш А Курайшиты, они из арабов Арабы, они из потомства Исмаила, сына Ибраима Добудет мир над ними, над нашим пророком Мухаммадом Он прожил 63 года 40 лет до начала пророчества И 23 года он прожил в качестве пророка и посланника Он пророк и посланник Кому он был посланник? Кому он был отправлен? Он был отправлен к двум, то что называется сакалян, то есть тяжкие создания, это люди и джинни Что это означает? Это означает, что каждый, до кого дошло пророчество Мухаммаду, его призыв И он не уверовал, отверг, он является неверующим Христиане и иудеи, которые жили при пороке Мухаммада, которые живут сейчас, они обязательно должны веровать в Него. К чему он призывал? Он призывал к таухиду, к единобожию, и предостерегал от ширка многобожия. Это религия, является ли она полной, или мы можем что-то добавить в нее? Хвала Всевышнему Аллаху, эта религия полная и совершенная. Поэтому не может быть никаких нововведений и новшеств в этой религии. Мы должны единственно только следовать за пророком Мухаммадом. Он родился в Мекке, а потом совершил переселение в Медину, и там и умер, потому что он был человеком, и его касалось все то, что касается людей. Нет ни одного блага, на которое не указал бы пророк Мухаммад в своей общине. Самое великое благо, на которое он указал, это единобожие, таухид. Нет ни одного зла, от которого бы он не предостерег, и самое великое зло, это щерб многобожие. Было вменено в обязанность ему и в уме совершение пяти намазов до того, как он совершил гейджру в Медину, переселение в Медину.